О предстоящих встречах с членами Кабмина жители области уже хорошо осведомлены, их ждут и собираются задолго до озвученного начала. Желающих задать вопрос, рассказать о своей личной или общественной проблеме очень много. Поэтому о регламенте приходится напоминать раз за разом. Двух минут на одном выступлении явно недостаточно, но из-за количества желающих увеличить время, значит лишить кого-то возможности выступить совсем. Проблемы разных районов практически схожие. Социально-бытовые вопросы, жилищные, имущественные споры, недовольство действиями глав местных самоуправлений, милиционеров и сотрудников надзорных ведомств. Вопросы, связанные с выделением земельных участков, вопросы, связанные с обеспечением чистой питьевой водой, также вопросы, связанные с нехваткой мест в учебных заведениях. Жалобы на милиционеров, они достаточно редкие, но в данном случае каждая жалоба берется на учет и оставляется проверкой. Проверка не только с нашей стороны, но и со стороны органов прокуратуры тоже. По уже сложившемуся порядку с трибуны жители районов лишь озвучивают в общих чертах проблему, с которой столкнулись. После этого более подробно каждого в отдельности выслушивают и принимают их заявления сотрудники главного надзорного ведомства. С генеральным прокурором вместе приехали 10 начальников управления генеральной прокуратуры. Это основные подразделения наши, начальники управления по исполнению законов и противодействию коррупции, по надзору за расследование преступления, а также участие в судах и поддержание гособвинения. Эти заявления наши сотрудники сразу на месте отбирают, получают от него телефонные номера. По решению ответ дается на месте, либо в течение недели эти вопросы все решаются, звонят заявителям и сообщают о принятых решениях. Наиболее значимые и болезненные вопросы для большинства присутствующих вызывали в зале моментальную поддержку, а затем и горячие споры между приверженцами, видимо, разных взглядов на озвученную проблему. Это земельная коррупция. На протяжении 10 лет уже продаются земли сельскохозяйственного назначения Ленинского военного Аймака по поддельным постановлениям. У нас твердое убеждение сложилось, что прокуратура тоже замешана в этом деле, и Акимеат замешан в этом деле. Я это открыто говорю, потому что 10 лет мы не можем это делать. Необходимо отметить, что во время этих встреч звучат высказывания и благодарности сотрудникам прокуратуры. Ваша ротация по Аламидинскому району, по прокуратуре Аламидинского района дала положительный результат. Сейчас вот Аламидинская прокуратура сделала ту работу, что до этого не могли сделать 5 лет прокуратура. Представители Кабмина и генеральный прокурор с начала этой недели уже встретились с жителями Панфиловского, Джаэльского, Московского и Сукулукского районов. Завтра запланированы поездки в Киминский район и город Токмак. Вот и Саевчингис Джумагулов, АЛАТО-24.